Жизнь красноярского кондуктора маршрутки легла в основу фильма. Это картина о любви, непростой работе и обычном женском счастье. Фильм снимали полностью в Красноярске, однако посмотрели его уже далеко за пределами нашей страны. Идея фильма полностью принадлежит красноярке Софье Сафоновой. Девушка живет в Москве, однако фильм приехала снимать в родную Сибирь. Сюжет завязан вокруг кондуктора Тамары. Главную роль сыграла Инна Торбич. Актриса рассказывает, что на ее роли ее утвердили без кастинга и предварительных проб. Она сразу почувствовала свою героиню. Ей тоже, как любой женщине, хочется в жизни счастья. Она встречает человека, и ей кажется, что это наконец ее судьба. Ей очень хочется, чтобы все, как в сказке, наконец сошлось. Чтобы этот мужчина понравился ее сыну, а сын понравился ее мужчине. И вот она организует встречу. Встречу в кафе, куда приглашает. Своего возлюбленного, это водитель автобуса на том маршруте, на котором она работает. И ребенка приводит. Но в фильме уже понятно, что из этого получается. Фильм короткометражный. Ну, кстати, комиссия, которая принимала этот фильм, это же дипломная работа Софии. Они сказали, что когда фильм закончился, что, вы знаете, София, нам бы хотелось смотреть его дальше. Фильм взял главный приз престижного Лондонского фестиваля кино в номинации «Лучшая британская короткометражка». В картине снимались десятки жителей края, в основном в эпизодах. Например, Иван увидел в интернете приглашение на съемки фильма. Когда пришел на съемочную площадку, сразу попал в кадр в роли одного из пассажиров маршрутки. «Съемки были очень интересны. Особенно было приятно, что в команде действительно принимали участие. И был один чех, был австралиец, то есть была даже возможность попрактиковать свой английский. И сам процесс был очень живой. Нас там угостили печеньем с чаем. И было очень много дублей, как ни странно, хотя сцена длилась всего лишь около трех минут. Но мы снимали где-то с самого утра, где-то, наверное, часов с восьми и до обеда, даже позже». Фильм также уже отобран для участия в международном фестивале кинематографических дебютов, который пройдет в Ханты-Мансийске. И, возможно, после многочисленных признаний его покажут на большом экране. Екатерина Погорелова, Алексей Овсяников. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова